Вы знаете, когда у меня был мой первый компьютер, где стояло 4 гигабайта оперативной памяти и я играл в GTX 650 в Сталкера, мне казалось, что больше никогда мне не понадобится ничего. И даже плашки на 8 гигов я видел максимум за стеклом витрины в магазине Brain, где я тогда компьютер собирал. Но вот пять лет спустя, я не глядя всовываю в систему AMD Ryzen, кит оперативной памяти HyperX Fury Black 2 по 32 гигабайта, номенклатуры HX436C18FB3D32. И понимаю, что… БЛИН! Что забавно, нельзя сказать, что эти плашки шибко дорогие. Киты на 2 по 32 гигабайта считаются Крим де ля Крим для систем не HD типа шиба. Это суть, я не знаю, как референс RTX 3090, на которую есть и бюджетные турбинные кулеры и монстры с водяным охлаждением. HyperX Fury Black – это аналог хорошей двухвентиляторной системы охлаждения, но есть и намного, намного дороже. В частности, как сами понимаете, дело в частоте и таймингах, не в объеме. Кит, который заполучил в свои цепки-лапки LME – это набор 3600 МГц с таймингами CL18. На сайте гарантируется его работа на XMP профиле на дополнительных таймингах 2222 при вольтаже 1.35. Есть еще XMP на частоте 3000 МГц с таймингами 161818 и таким же вольтажом. И это, собственно, неплохой показатель, но если хотите вообще жира, то HyperX Predator к вашим услугам. Частота, простите, до 4800 МГц, задержки вплоть до CL12 и вольтаж до полутора вольта. А, ну и киты емкостью до 256 ГБ. Такой объем, опять же, встанет только на Threadripper, им подобные процессоры, им подобные ПК. Но возьмите, допустим, кит на 128 ГБ и все остальные показатели будут также хороши. Не хороши будут цены. Мой кит обойдется где-то в около 10000 гривен или 400 баксов за 64 ГБ оперативной памяти. И это жирно, я согласен. Но вам лучше не знать, сколько стоят модели быстрее. В общем, куда расти, ценам есть. Но вернемся к героине, собственно, обзора. HyperX Fury Black выглядит, как оперативка. Это не упрек бренду, не подумайте, наоборот. Когда мы думаем о дизайне оперативной памяти, то первой же ассоциацией практически всегда первым делом всплывает именно этот дизайн, или очень-очень на него похожий. Так что, да, HyperX похожа на саму себя. Простите. Но если точнее, то черный радиатор, отсутствие RGB, ребра, разрезы, низкий профиль и рифленый логотип. Размеры 133,35 на 34,1 на 7,2 миллиметра. Снимать радиатор я не рискнул, уж простите. Но если вам интересны характеристики, то по заверениям Typhoon Burner мы имеем, точнее, я имею дело с двухранговой памятью Micron E-Dye. У меня, кстати, была еще шутка о том, что Samsung будет на десерт, а ты Micron доедай. Но, а ладно, пущай будет, не буду вырезать. Тестовая система на ваших экранах. Процессор все тот же вернопреданный AMD Ryzen 5 3600X. Видеокарта в этот раз Asus RTX 2070 Dual. Крошка-малышка под билд Mini ITX, куда, кстати, эта память в том числе и встала. Ну и блок питания обиквает на 1000 ватт. Под тестирование RTX 3090 вполне должно хватить. Упс, спойлер. А, знаете, что еще забавно? Этот обзор должен был выйти еще месяц назад. Но я оказался гением больше, чем предполагал. Дело в том, что проверять оперативку я решил на XMP-профилях, без лишних экспериментов. То есть три теста в нескольких играх до плюс прогон скоростей через AIDA64. Ну и, собственно, ле-ме лезу менять профили. Они почему-то названы не XMP, а как предустановленные от других плашек. Там профиль Corsair Vengeance и так далее. И частоты другие почему-то. 3000 МГц на XMP нет, есть только 3200 и тайминг не те. И почему-то, вот просто неизвестно почему, работать нормально на этих профилях плашки отказываются. Некоторые могли зайти в Windows, но не позволяли нормально пройти даже тест в AIDA64. И вот лишь сейчас, ближе к новому году, мой ICQ поднялся со 101 до 103. Ну или зрение улучшилось, я не знаю. Потому что искомые мною профили XMP были вот прямо на пункт ниже того, что я менял. И сейчас результаты моего уже продуктивного тестирования будут на ваших экранах. Скажем так, изменения достаточно хороши, чтобы я полез в BIOS ровно один раз и сменил XMP профиль. Вам советую сделать точно так же. Работы это просто копейки. Но прибавки к мощности далеко не так приятны и важны, чтобы я сидел и ковырялся в субтаймингах и ждал перезагрузки системы. Кроме того, напоминаю, что даже у Ryzen 5000 есть определенный потолок для частоты оперативной памяти, после которого производительность растет слишком слабо. И именно поэтому я всегда утверждал и буду утверждать, что в большинстве случаев, преимущественном в большинстве случаев, объем оперативной памяти многократно важнее частоты и таймингов. Мегагерцовка вас никак не спасет, если программа просто вылетит или Windows будет работать медленнее. Поскольку, напоминаю, при загрузке половины объема ОЗУ, операционка автоматически использует файл подкачки, который в десятки, а то и в сотни раз медленнее самой оперативки. И как раз вот в этой связи сегодняшнюю героиню я могу смело рекомендовать. Объема для вас, скорее всего, хватит с головой, если вы геймер. Для игр даже одна такая плашка еще годик будет не нужна 100%. Но для сборки рабочей станции, станции для рендера или просто виртуализации, 64 гига – это обычно золотая середина. Можно больше – будет лучше. Можно меньше – захочется больше. Так что да, HyperX Fury Black 2 по 32 гига я рекомендую. И на этом у меня все. Сразу же выражаю благодарность магазину Мебелек за предоставленные помещения для съемки. Ссылочка будет в описании под видео. Также, если у вас будут какие-то вопросы по данной оперативной памяти, пишите их в комментарии, я постараюсь на них ответить. Если что, подключим к представителя HyperX, если будет нужно. Не забывайте также про лайк, подписку и нажимайте на колокольчик, чтобы ни за что не пропустить наше следующее видео. С вами были Денис Зайченко и канал RootNation. Всем пока!